Говорят, что там, где чисто и уютно, люди начинают вести себя культурно. Но в Иванове это правило не работает. В эксплуатации меньше года отремонтированную площадь Ленина для горожан открыли в ноябре 2018-го. Новенькая брусчатка, лавочки, торшеры, проекторы, фонтан. Все это быстро полюбилось ивановцам. Хотя споров вокруг воплощения проекта было очень много. Объект отремонтировали в рамках программы «Комфортная городская среда». Стоимость работы составила 72 миллиона рублей. Спустя всего год на площади не осталось практически ни одной целой лавочки. И это явно не халтура подрядчика. Дощечки вырваны с корнем, с применением грубой физической силы. Народ ничего не жалеет. Очень хорошо сделали, мне очень нравится. Дети все время гуляют здесь. Видите, какие вандалы, можно сказать. Тут в основном дети гуляют, а дети, наверное, не понимают, хочется что-то подковырнуть. Наверное, это детишки. Тут очень много летом особенно было без родителей. Родители бы не дали бы это делать. А детишки, наверное, еще не понимают. Немножко недовоспитанные. Я вообще-то не здесь живу, так что, так сказать, прохожу только мимо. И не могу судить. Но, наверное, какие-то социальные элементы. Потому что назвать это ответственным поведением невозможно. И за тем, как строили, и теперь за тем, как ломают, наблюдают жители соседнего дома и сотрудники организации, которые в нем расположились. Народ очень прилично всегда относится ко всему. А это просто, я не знаю, может быть, случайно. Мальчишки, молодежь вечером гуляли. Тут их много собралось. Ну и уронили телефон. И я смотрю, отдирают. Ну я к ним, конечно, подошла. Говорю, ребята, вы что делаете? Это все-таки же инвентарь, тем более для людей все это сделано. Ну, короче, им телефон-то надо достать. Так что, сломали. А так, в целом, берегут, конечно, берегут. Ну, надо что-то придумать, конечно. Всего за один теплый сезон центральная площадь лишилась своей привлекательности. Если дело так пойдет и дальше, то сидеть снова будет не на чем. Как это было и раньше. Мэрия обещает в ситуации разобраться и привлечь полицию к решению проблемы. В настоящее время участились случаи вандализма. То есть, те объекты, которые были установлены в прошлом году, подвергаются активному воздействию. Поэтому, конечно, мы будем в первую очередь восстанавливать эти объекты, потому что это территория общего пользования, пользуются ими значительных рук лиц. И в дальнейшем мы будем, конечно, применять меры взаимодействовать с органами полиции в части исключения дальнейших правонарушений. Вот еще один объект благоустройства. Лавочкам и качелям на набережной повезло чуть больше. Они пережили теплый сезон с меньшими потерями. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.